Субтитры создавал DimaTorzok Время вспомнить о возможных февральских оттепелях, судебные практики и балконные козырьки. Новости ЖКХ. Четвертые по счету за время мусорной реформы новогодние каникулы в Бейске прошли без происшествий и сбоев. Мусоровозы работали по графику, а для того, чтобы справиться с резким увеличением мусора в течение 10 дней, региональный оператор мобильно добавлял на маршруты дополнительные рейсы. Отмечена активность муниципалитетов, расположенных на территории Бейской зоны, в помощи по расчистке доступов к мусорным площадкам. По городу Бейску их минимальное количество, основная масса все-таки таких мест это по районам. Значит туда заезжает либо маленькая техника, общаемся с администрациями районов для посыпки. Таких проблем у нас очень много, конечно, много в Белокурихе, где сложно заезжать на гору в частный сектор, либо обслуживать предприятия, в том числе санаторно-курортный комплект, но идут навстречу управление ЖКХ города, либо тех муниципальных образований и посыпают. Нам и погода благоволила, не было ни морозов, не было никаких снегопадов. До всех площадок мы смогли спокойно доехать, и с администрацией никаких точек соприкосновения негативных не было, ввиду невозможности подъехать к каким-либо площадкам. Поэтому каникулы прошли хорошо. Самоорганизоваться оказалось проще, чем призвать к самоорганизации абонентов. К сожалению, далеко не все потребители услуги по вывозу мусора накануне Нового года прислушались к призывам погасить долги. Это стало понятно после январской сверки. Отреагировали хорошо основная масса те, кто все-таки и платит. Они просто больше закрыли свои долги, кто-то даже были проплачены январь вперед. Вот основная масса, которые не платильщиками являются, на них это никак не повлияло. Сейчас самая большая проблема, когда год свели, посмотрели о том, что собираемость платежей очень низкая. Большинство должников регионального оператора проживают в частном секторе. Аргументируют свою позицию тем, что на их улицах нет мусорных площадок и абсолютно уверены в том, что платить им не за что. О том, что согласно утвержденного графика на улицу приезжает мусоровоз для бестарного сбора бытовых отходов, должники почему-то умалчивают. В который раз приходится напоминать о том, что договор на вывоз мусора носит характер оферты, то есть не требует личных подписей и считается заключенным автоматически. Что касается расстановки контейнеров, до Нового года говорили о том, что сейчас мы расставляем контейнера, будем разрабатывать маршруты. Вообще этим заниматься должна администрация. По законодательству устанавливает контейнера в частном секторе администрации. И здесь региональный оператор, по сути, становится заложниками ситуации. Оказав услугу и без контейнеров, население без контейнеров оплачивать не хочет, но услугу все равно региональный оператор оказывает данную. В январе нами проведена очень большая работа по сверке всей задолженности. Разослано очень много документов в суды на взыскание задолженности. Основная масса, где мы разослали полностью по всем районам документы на взыскание задолженности с населения, это Бийский район, Быстроистокский район, Алтайский район, Смоленский, Красногорский, Салтон и Целинный район. По этим районам документы все уже ушли в суд. Сейчас готовятся документы по неплательщикам города Бийска и Белокурихи. А спорить в судебном порядке иск на оплату долгов за вывоз мусора невозможно по причине все той же оферты. Подобные меры, разумеется, относятся к отряду непопулярных. Однако цифры недосборов по начислениям говорят, что иного способа возврата средств, затраченных на оказание коммунальной услуги, у предприятия просто нет. В процентном соотношении собираемость по Бийску составляет 70%, но это за счет платильщиков многоквартирных домов. Собираемость по многоквартирным домам составляет 82%, по частному сектору составляет 46% всего. Собираемость по частному сектору районов, она порядка 20-25%. Совершенно четверть населения только платит за эту услугу. Итак, получается, что в Бийске по многоквартирным домам процент недосбора платежей составляет 18%. По частному сектору больше половины потребителей оплату игнорируют. Еще хуже обстоят дела в селах Бийской зоны. Не платят 80% потребителей услуги. Теперь об обязанностях вовремя оплачивать коммуналку должникам напомнит суд. Будут получены требования о взыскании, которые будут переданы приставы. Приставы, в свою очередь, эти денежные средства уже в безакцепном порядке списывают с карт с любых имеющихся доходов у населения. Поэтому для того, чтобы населению больше вам эта сумма не была, потому что там дополняется и госпошлина за подачу документов в суд, там добавляется исполнительный сбор, который берут приставы от этой суммы. Поэтому очень призываем вас все-таки погашать эту задолженность. Все равно эти требования, они бесспорные, и эти деньги будут списаны, поскольку услуга все равно предоставляется. А вот среди юридических лиц, подписавших в прошлом году договоры с региональным оператором, должников практически нет. Оплата составляет 92%. Единственной проблемой в работе с этой категорией мусопроизводителей остается поиск юрлиц, которые продолжают уклоняться от подписания договора на обслуживание. Сейчас мы розыск ведем юридических лиц, которые отказываются заключать договоры. В течение 2021 года были заключены договоры с теми юридическими лицами, которые сами изъявили желание. С декабря у нас работают сотрудники, обходят территорию везде, разыскивают юридические лица, которые отказываются от заключения договора. Здесь договоры будут заключены автоматически, особенно с теми юридическими лицами, которые располагаются в МГД. Договор будет заключен с ними автоматически с 24 мая 2021 года и оплата им по нормативу будет выставлена за весь период. Под всем периодом подразумевается период с 24 мая 2021 года, когда спецобслуживание «Плюс» приступило к работе в качестве регионального оператора. Протокол коммунального рейда. Бийчане наперебой обращаются в бийскую медиагруппу с сообщениями о заваленных мусорках и забитых шахтах в девятиэтажках или о несанкционированных свалках. Но когда начинаешь выяснять факты, вдруг оказывается, что или дворник не работает, или сами жители прикрывают автомобилями подъезда девятиэтажек. И сразу же без раздумья люди перестают оплачивать коммунальную услугу. Мол, за что платить? А платить надо. Хотя бы для того, чтобы предприятие, которое взяло на себя груз ответственности регионального оператора, могло полноценно работать, не оглядываясь на литры потраченного бензина и на суммы зарплаты своим рабочим водителям и грузчикам. Все элементарно. Некому и не на что будет вывозить мусор, и Бийск обрастет несанкционированными свалками. А мы на разных уровнях будем продолжать дискутировать о чистоте. Далее в выпуске. Время вспомнить о возможных февральских оттепелях, судебной практике и балконные козырьки. Предупрежден, значит вооружен. В судебной практике показывают, что не всегда обязанность по очистке балконных козырьков лежит на управляющей организации. Обязанность появляется лишь там, где балконные козырьки предусмотрены проектом многоквартирного дома и являются общедомовым имуществом. Самовольная установка козырьков запрещена пунктом 4.2.4.9 правил технической эксплуатации жилого фонда номер 170. Однако, как показывает судебный опыт, даже в этом случае часть ответственности лежит на управляющей организации. Так она должна своевременно осматривать общедомовое имущество, выявлять самовольно установленные козырьки и выдавать их собственникам предписание об очистке, согласовании или демонтаже. Если по тем или иным причинам собственник не реагирует на предписание, управляющая организация может обратиться в суд. Если управляющая организация не принимает такие предупредительные меры, то наравне с собственником балкона может понести ответственный за вред, причиненный сходом снега с незаконного козырька. Региональный оператор В сообщении отмечается, что на рост поступления денежных средств также повлияла активная претензионно-исковая работа регионального оператора с неплательщиками. Так, в суды общей юрисдикции специалистами фонда направлено более 3000 заявлений на выдачу судебного приказа к физическим лицам и исковых заявлений на общую сумму более 55 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова